приветствую вас друзья вот и вышел патч 1.30 поиграл я в режим воффентрагера на воффентрагере 4 боя скатал на экране вы видите самый душный бой в нем было больше всего багов косяков и он был самый отвратный из всех поэтому я его на фон и поставил некоторые считают что этот режим несбалансированный воффентрагер всегда выигрывает на нем легко победить его невозможно в этом бою я играл как попало в принципе при всех моих желаниях слиться это было тяжело но иногда попадаются умная команда которые тактически пытаются там разъехаться по карте и разные точки одновременно брать против них тяжело гоняться по всей карте но у нас есть телепорт у нас есть скилл который бьет очень жестко его можно просто в точку которую захватывают направить и он там все разнесет к чертям в любом случае чаще всего на в на воффентрагере легко но у меня больше вопросы к технической составляющей этого режима во первых в этом бою да и во многих других периодически у меня случается такое что пушка заряжена на воффентрагере я не могу стрельнуть ни одного снаряда просто ни одного пушка не стреляет это просто мерзкий косяк который бесит следующая это максимально глупые тупорылые боты которые просто на месте дергаются и в этом бою вы увидите как вот мне мешал стрелять просто потому что он постоянно мне заезжал в прицел но ладно это просто глупенькие боты которые есть и есть следующая на мини карте у нас есть точки которые он чем надо захватывать воффентрагер защищать так вот эти точки пронумерованы они там как-то буквами обозначаются также в ушах команды у нас есть списке ботов которые защищают эти точки и эти точки тоже в ушах команды пронумерованные обозначаются там какими-то буковками Так вот, эти боты, они на точке просто облепили на миникарте эту точку, и не видно вообще обозначения. Хоть нажимаешь Alt, хоть нет, просто иконки ботов перекрывают на миникарте, и непонятно. Вот в ушах команды буковкой оно обозначено, а на миникарте это где? Там же ничего не видно, там иконки ботов, они поверх иконки, точки, которую надо дефить. Если бы хотя бы по нажатию Alt иконки ботов уходили под низ, и можно было бы понять на миникарте, на какую букву ехать, какую букву защищать, так нет. Не видно ее, просто непонятно. Иконки ботов всегда сверху, их много, и они просто все собой закрывают. Просто гениально. Также есть еще вопрос у меня к этому скиллу новому, который жестко бьет там по всей карте огромным кругом, который вроде как красиво выглядит, жестко дамажит, там вообще класса, обалденно. Но эта иконка на панели, она похожа больше на щит какой-то, чем на удар с неба каким-то лучом. Они так жестко нарисовали эту типа взрывную волну, что это в итоге визуально похоже на щит. Тот скилл, который кажется на пятерке находится. Поэтому я поначалу думал, это какой-то щит, но поскольку я очень жестко выживаю, и меня там и близко никто не убивает, зачем мне нажимать щит? И только через пару каток я начал им пользоваться, потому что понял, что это ни хрена не щит. Это тот самый какой-то там молот карны, который заряжается, и ты можешь жестко жахнуть. Лучше бы какой-то луч с неба нарисовали, который бахает по земле. А они нарисовали какой-то электрощит. Короче, вот таких вот мелких вещей очень много. И у меня постоянно лагает игра после телепорта. Вот я на Waffentrager куда-то тпшнулся, у меня игра там нахрен полностью зависает. У меня пинг там под 700, все глючит. Я нажимаю стрелять, оно не стреляет, едет само куда-то непонятно куда. Техническое состояние режима просто днище. Лично на моем компе, лично с моим интернетом, я не знаю, у всех оно лагает или только у меня. Но моего интернета со скоростью 1 гигабайт, видимо, не хватает. Короче, техническое состояние я оцениваю как днище. В плане того, баланс там или не баланс в этом режиме. Я за гонщик не играл, не знаю, насколько тяжело против Waffentrager. Но на Waffentrager поначалу вроде как легко. Научится ли потом на гонщик играть против Waffentrager, без понятия. Теперь переходим к контейнерам, к порталам, к этим самым ключам, донатным, которые стоят 1900 голды. Из которых могут выпасть премтанки с 8% вероятностью и на 15-й. На 15-е открытие портала гарантированно выпадает танк. Сначала выпадает тот, которого у вас нет. Что я хочу сказать про это гениальное событие. Это просто полный отстой. Объясняю почему. Вот на скриншоте вы видите, я открыл всего лишь 7 штук. У меня минус 5 миллионов серебра и минус 13 тысяч голды. То есть вот столько я потратил. И ресурсы потратил, и золото потратил. Это золото мне лесто начисляло, поэтому я ни копейки не потратил. То, что они мне дали, я им обратно туда и отдал. Пускай наслаждаются своим золотом. Что же за это я получил? Я получил 15 резервов на опыт. 14 дней према. Три раза подряд. Потом 15 резервов на опыт. Опять. Т-3 Ягер, прем немецкая ПТшка, 9 уровня. Снова 15 резервов на опыт. Одну декальку там какую-то, или 3 декальки. И 10 резервов на кредиты. То есть мы видим, что я получил очень много дней према. Очень много опыта, резервов на опыт. Какую-то там декальку. И 10 резервов на кредиты. И один премтанк. Из этого всего нужное это премтанк и резервы на кредиты, которых у меня тысячи. Если бы лесто мне их не наваливало каждый месяц, они бы тоже, возможно, мне нужны были. Резервы на опыт мне не нужны вообще, поскольку я уже давно все ветки прокачал, мне оно не надо. Дни према мне тоже не надо, у меня их и так там тысяча с чем-то. То есть нужного здесь почти нет. Наполнение просто отстой. Еще, что мне сильно не понравилось, что-то интересное, нужное мне из ресурсов или из резервов, допустим, на кредит или еще что-то. Или стиль 3D или 2D выпадает. Но мне надо за кредиты поражать, заменить это на следующее что-то. И мне выпадают опять эти дни према или резервы на опыт. Постоянно я что-то интересное меняю на говно. То есть я отдаю 750 тысяч серебра, чтобы обменять что-то хорошее, интересное мне. На какую-то помойку. И почти ни разу не было так, чтобы я за серебро обменял что-то ненужное на нужное. Может это конечно совпадение, но ощущение полного отстоя. И вот что мы имеем по итогу. Я профукал 13 тысяч с хвостиком голды, 5 миллионов с хвостиком серебра, получил кучу ненужной фигни, за исключением там премтанка, который ничего интересного из себя не представляет. И там 10 резервов на кредиты. То есть я просрал ресурсы, я просрал голду, серебро и получил херню. И в процессе я менял интересное на помойку. Только у Лесты можно, открывая донатные порталы всякие ключами, остаться в минусе и еще и во время процесса чувствовать себя каким-то идиотом. Что сам режим техническое днище, что вот эти вот порталы с ключами мне вообще не понравились. Также после выхода патча 1.30 у многих наблюдаются проблемы со входом в игру. Там ошибка, она известная. Ведутся работы, пытаются ее исправить. То есть не только режим у нас в техническом дне, но и вход в игру примерно в том же месте. Итак, что положительного по этому событию? Примерно ничего. К сожалению, хотел бы я что-то положительное найти, но по факту какая-то чушь. Также я там немного еще за 4 боя на вафле прошел прогрессию и получил понемножку всякого мусора. В принципе все. Своё мнение пишите в комментариях. С вами был Варчик. Радик красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.